В минувшие выходные в Салихарде завершился Ямальский этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». И сегодня мы не только подведем итоги регионального этапа, но и поговорим о перспективах среднего и малого предпринимательства на Ямале. Представляю гостей студии Сергей Суболев, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех», Евгений Жирнель, руководитель агентства поддержки предпринимательства на Ямале «Мой бизнес», Роман Дусенко, предприниматель-эксперт премии «Бизнес-Успех» и Наталья Шлемкевич, предприниматель и победитель федерального этапа премии «Бизнес-Успех». Евгений, у нас уже определены победители регионального этапа, мы можем уже назвать их имена? С какими проектами они у нас выступали? Да, у нас 10 номинаций, соответственно, в каждой номинации мы выбрали своего победителя. География здесь у нас достаточно широкая, это предприниматели из Салихарда, Нового Оренгоя, Сноябрьска. Все достойные, но прежде всего хотелось бы сказать, что в региональный финал вышли 30 участников, из которых мы выбирали 10, и, конечно, все 30 это уже достойные проекты, это успешные предприниматели, это очень интересные проекты по дальнейшему развитию бизнеса, поэтому здесь вряд ли можно сказать, что кто-то проиграл. Проекты из самых разных сфер, это у нас и проекты в сфере социального предпринимательства, например, бассейн для детей в Новом Оренгое, это у нас проекты, связанные со сферой услуг, фитнес-студия из города Губкинский. Все проекты достаточно серьезные, хорошие, мы очень надеемся, что они достойно выступят на федеральном этапе премии. А больше всего заявок откуда поступило у нас? Из какого города? Всего было больше 180 заявок у нас из всех городов, но у нас традиционно два наиболее крупных города наших, это Новый Оренго и Ноябрьск, там и большее количество предпринимателей, поэтому много заявок было из этих городов, но в то же самое время все у нас муниципальные образования были достаточно активны, в том числе и районы, поэтому здесь у нас третий год премии, можно отметить высокую, наверное, уже популярность этого мероприятия. Вы назвали, что у нас участники из городов, а из районов были, из сел? Да, из Красноселькопа у нас были проекты, которые мы рассматривали из Тазовского, то есть здесь у нас не только города участвуют, я хотел бы напомнить, что, например, в прошлом году и, кстати говоря, в позапрошлом году, два года мы отмечали на федеральном уровне наших участников, вот позапрошлом году у нас был Альберт Сиротета из села Ярселе, и в прошлом году, точнее в этом году уже на федеральном уровне у нас Евгения Вануйта тоже представляла Ямальский район, поэтому это не только города, это предприниматели со всего округа. Это приятно слышать. Сергей, скажите, а вообще по каким критериям выбирают победителей? Это сложно оценивать. В этом году на Ямале у нас уникальный конкурс, мы такого не проводили в других регионах, и критерии тоже были уникальные. Особенность вот этого регионного этапа в том, что мы не просто выбирали лучших предпринимателей, мы, прежде чем они начинали презентовать свои проекты, они проходили образовательную программу. То есть в течение месяца мы провели для них порядка 10 вебинаров, 4 очных семинара, они разрабатывали свои бизнес-планы, работали над своими проектами, и как раз уже на финале, те, кто дошел до финала, вот эти 30 человек, они презентовали свои проекты. То есть мы говорили про текущий бизнес, и в конце они презентовали свои бизнес-проекты, которые они будут реализовывать в течение следующего года. То есть они в процессе, получается, вы улучшали свои проекты, в которые они вообще пришли участвовать? Одна из задач сделать так, чтобы этот проект начал реализовываться уже в ходе образовательной программы. И критериев было несколько основных. Первое – это уникальность проекта. Второе критерие – это масштабируемость. Третье – социальная направленность. Четвертое – мы смотрели по их презентации, как они себя презентовали. И последний критерий – это, собственно, проработка бизнес-проекта и возможность его реализации силами текущей команды. Вот по этим критериям эксперты оценивали предпринимателей и выбирали лучших из лучших. Процесс, конечно, очень трудоемкий. Я понимаю, это жесткий отбор. Расскажите, а были такие участники, которые вы сразу поразили? Вот уже только как представили проект, и уже вы были удивлены. Мне кажется, сложно выбрать действительно лучших из тех, кто презентовался, потому что каждый… Из лучших. Лучший из лучших, да. Знаете, как один из предпринимателей вышел и говорит, у меня самая лояльная система лояльности. Все посмеялись, потом я говорю, слушай, ну ты расскажи об этом на конкурсе. И когда он про это сказал, все залыбались и подметили какую-то интересную историю вот в этом, самую уникальную систему лояльности. Вот. Если мы говорим про предпринимателей, опять же, сложно выделить кого-то. И здесь даже нужно смотреть про историю проекта, а не сам проект. Ну, например, вы спрашивали у Евгения про, есть ли предприниматель из сел. Вот Мария Конева, она из села Мужи, и она делает интересные десерты, но прежде чем она к этому пришла, она объездила всю Россию, поучилась где только могла, вернулась к себе в село и начала делать эти десерты. То есть она просто домашний кондитер? Ну, я бы так не сказал, что она просто домашний кондитер. Это эксперт высокого уровня в своем деле. И несмотря на то, что она делает это в селе, она заставляет свою продукцию вертолетом в другие города. Да, это очень интересный проект. Если так же пройти по каждому проекту, в каждом есть что-то интересное, что-то уникальное, что-то особенное. Получается, если человек чего-то хочет, он всегда ищет возможности. Тот, кто не хочет, ищет оправдания. Роман, успешный предприниматель. Это все-таки должна быть какая-то жилка в нем предпринимательская, вот как говорят, для того, чтобы стать успешным. Или все-таки это качество можно развить? Мне кажется, предпринимательство именно, это, конечно, врожденное. Но это не значит, что у кого ярко невыраженная предпринимательская жилка, не может стать предпринимателем. И мы знаем огромное количество успешных кейсов. Вот другой момент, что всему остальному тоже можно научиться. Но это даже чувство юмора можно научиться. И наша задача как раз экспертов принять бизнес-успех помогать людям раскрывать свои возможности. Мы не обучаем их азам. Мы помогаем им достать то, что у них уже есть. То есть распаковать их максимальное желание делать то, что они умеют лучше всего заниматься предпринимательством. Я как-то была на подобных курсах и проходили тесты, чтобы понять, я больше к чему отношусь, к предпринимательству или, не знаю, к органам власти. И вы знаете, ноль предпринимательства. Причем, да, баллов было даже не 10%. Анна, скажите мне, пожалуйста, вы ведете домашнее хозяйство? Конечно. Сколько лет вы уже вашу семью управляете вашей семьей? Управляю лет 17 уже точно. Так вот я могу сказать, что вы 17 лет предприниматель. Причем успешно. То есть тесты врут. Врут. Наталья, вы у нас победитель федерального этапа. Поделитесь, с каким проектом вообще есть ли у вас секрет, как удалось войти в десятку лучших предпринимателей страны? Самый простой секрет. Я очень мало сплю. И очень много работаю. Сколько бы коучи ни говорили... Вы же человек. Нужно. Да. Нужно делегировать. Нужно. Но в какой-то определенный этап нужно делегировать. Хотя когда ты много работаешь, ты много делаешь, у тебя появляется много бизнеса, потому что я серийный предприниматель. У меня несколько компаний. Я выходила с ними со всеми и презентовала, что 25 лет я в бизнесе. И я показывала все, что сделала, и что стараюсь еще открыть ресторан. И вот к этому я уже очень плотно подошла. Уже полностью заканчивают пол в основном зале и приступают к VIP-залу. Поэтому я точно могу сказать, что проект реализуется. И спасибо огромное, что есть такой бизнес-успех. Это национальная премия. Что есть мой бизнес в плане агентства. Мой бизнес, конечно же, есть. В чем прелесть? Ты когда просто 25 лет в бизнесе, ну ты идешь рутиной. Ты в этом живешь, не спишь, не ешь. Когда-то спишь, когда-то ешь, не знаешь когда. И тебя когда оттуда вырывают, причем еще посредством того, что тебя твоя же команда обманывает и заставляет пойти в эту национальную премию поучаствовать, тебя вырывают из операционки, ты понимаешь, что тебе что-то надо делать. На первых, ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. И когда тебя вырывают, допустим, тот же Роман Дусенко начинает говорить, ну ты что, ты чок ты хочешь-то вообще. А я говорю, да я толком-то не знаю. И вот я вам сказала, хочу научиться играть на саксофоне, а времени нет. Обещала. Я обещала, и я это сделаю однажды. И вот эти моменты, когда они вырывают в бизнес-успех и говорят, иди и делай. Ты идешь, делаешь и понимаешь, так, вот это я делала 25 лет правильно, вот это я вообще не делала, нужно за это взяться. И в этот момент ты понимаешь, так это ж только начало, елки-палки. Этот домкрат как раз для того и нужен, чтобы поднять все то, что было, и наружу выплеснется все то, чего ты не делала никогда. Ну вот, наверное, это и заставило победить на федеральном конкурсе. У нас ямальский этап, здесь у нас и вебинары, и мы усовершенствуем, да, проекты, получается, те предприниматели, которые участвуют. А на федеральном этапе, там какие мероприятия входили? Когда ты приезжаешь на федеральный этап, а перед этим ты встречал, открывали подразделение агентства «Мой бизнес» в городе Губкинске, и приезжал губернатор, чтобы посмотреть, как мы это все сделали, мы с ним встречались, как победители регионального конкурса. И было вот так сказано, мы поедем на федеральный этап и обязательно победим. Как можно вернуться без победы? И когда ты приезжаешь туда, там сколько, 180, да, было участников, и 180 участников победить в лучшем женском проекте, ну, кричал весь зал, Евгений Викторович бежал к нам, там, где стояли все мы, это победа всего и мало, потому что столько поддержки, сколько они оказывают, и когда ты стоишь и думаешь, ну вот все, пообещал, сделал, это такой заряд бодрости, скажешь, ну вот все, что, следующее-то делаем, это только начало, я повторюсь снова. А были какие-то проекты у соперников, которые, возможно, вы где-то будете дальше использовать в своем? Мне очень понравилось, что люди, которые умеют выращивать микрозелень, это было мне очень близко, и когда я своему управляющему, который занимается тоже уже почти год разработкой всего внутри, чтобы было людям удобно в ресторане, и когда я сказала, говорю, слушай, говорю, ну зачем мы будем возить зелень, давай мы будем ее выращивать, и она говорит, Наталья Николаевна, вы вообще что-то, где мы ее должны вырастить, ну что, дача есть, где мы это будем выращивать? Говорю, ну давай, говорю, где-нибудь найдем маленькое помещение и начнем выращивать для себя. Немножко клубники, немножко ягод. Она говорит, да, говорит, ну вам нельзя отдыхать, Наталья Николаевна, что когда отдыхаете, вам приходят бредовые идеи, мы все вокруг начинаем бегать. Ну, в общем, это двигатель, и нужно двигаться, и только когда ты двигаешься, ты не замерзнешь, мы же живем на Ямале. Вот уже победитель с нами поделился, для того, чтобы стать успешным, все-таки, да, и в перспективе победителей нужно уметь все, и в выращивании в том числе. Роман, скажите, нужно ли предпринимателю для того, чтобы развиваться, учиться? Ну, и с какой периодичностью? Есть ли какая-то формула? Я думаю, что, наверное, я поддержу Наталью, чтобы не замерзнуть, да, и нужно двигаться. Так вот, в бизнесе нужно сделать следующее, что если ты не развиваешься, то ты откатываешься назад. А если ты не развиваешься один день на один, не развивался год, ты остался, да, там, дальше. Поэтому именно благодаря тому, что национальная премия «Бизнес-успех» привлекает лучших экспертов, и наши предприниматели получают возможность получать от нас максимально. Причем это не значит, что вот мы приехали, поработали, все. Я общаюсь с нашими предпринимателями, я их уже называю своими, да, что мы в 24 на 7, и вот сегодня, когда там перед отбор, перед финальным, когда озвучивали уже победителей, там каждому нужно было дать какой-то маленький заряд, какой-то маленький совет, каждому нужно было чуть-чуть немаленько, чтобы они пришли, засели, все, вот мы сейчас победим. Евгений, в этом году у нас поступило 180 заявок, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Как думаете, почему? Ну, во-первых, вот Сергей говорил про то, что у нас в округе премия проходит в необычном формате, который является не просто выявлением лучших, да, но он еще помогает предпринимателям развиваться. То есть там очень серьезная образовательная составляющая, там очень серьезная мотивационная часть. Наши победители прошлого года, те, кто стали финалистами на региональном этапе, победителями на региональном этапе, они ездили в международную стажировку. То есть мы понимаем, что сама премия – это только импульс, и, по сути, здесь только все начинается, и предприниматели это видят. Когда мы первый год провели мероприятие в обычном формате, мы попробовали в прошлом году, мы уже сделали его в уникальном своем формате, добавив ряд мероприятий и стажировку, и, конечно, предприниматели заметили, что для них это возможность вырваться из, может быть, своего привычного образа жизни, привычного уклада бизнеса, посмотреть, поучиться, познакомиться с такими же предпринимателями, потому что у нас формируется сообщество успешных предпринимателей, те, которые стремятся развивать свой бизнес и делятся друг с другом идеями, опытом и так далее. И, конечно, это все вызывает интерес. Поэтому мы очень позитивно смотрим вообще на перспективы премии у нас в регионе, и я думаю, что в следующем году участников будет еще больше. Стажировка проходила в Арабских Эмиратах, это, конечно, шикарный подарок. У нас ездили всего 9 ямальцев, это победители регионального этапа прошлого года. Скажите, вот саму стажировку организовывал округ? Кто вообще эти спикеры? Стажировка, да, была у нас организована для наших предпринимателей. Это, опять же, уникальный опыт, да, только один регион это делает, но в рамках в целом премии «Бизнес-успех», да, и здесь организаторами были наши как раз партнеры, организаторы премии, собственно говоря. Но мы вместе, мы вообще всю программу конкурса мы делаем вместе, то есть мы вместе собираемся, обсуждаем, подбираем спикеров, подбираем какие-то активности. Это тоже наш подход, вообще в целом, вот агентство «Мой бизнес», да, мы со всеми партнерами работаем только так. То есть когда мы понимаем, что у нас есть запрос от наших предпринимателей, мы понимаем, что им нужно вот это, им интересно вот это, и дальше мы уже начинаем отрабатывать с нашими партнерами максимально адаптированную под наши потребности программу. Потому что Ямал уникальный регион, и предпринимательство здесь тоже очень специфичное, поэтому это все нужно учитывать. И мы стараемся быть максимально полезными. Вот как предприниматели стараются быть максимально клиентоориентированными, так и агентство «Мой бизнес» тоже для предпринимателей старается быть максимально клиентоориентированным. Эта стажировка бесплатна была для предпринимателей? Дорога, что входило? Для предпринимателей, да, бесплатно. Для предпринимателей, да, бесплатно. То есть тут all-inclusive получается. Сергей, я, насколько знаю, что по итогам победителей федерального этапа у нас тоже получают не только признание, да, статуэтку, но и стажировку. Расскажите, пожалуйста, об этой стажировке. Для начала я хочу сказать, что последние несколько лет мы уже перед финалом собираем порядка 200 победителей. Это со всей страны победители регулярных этапов приезжают в Москву. И прежде чем выпустить их на сцену, мы их готовим, мы делаем встречи с руководством крупнейших компаний, проводим мастер-классы, семинары, и уже к моменту защиты они выходят подготовленные, они выходят сплоченные, и независимо от того, победили они, не победили, формируется, как уже было сказано, такое правильное сообщество предпринимателей, которые потом работают вместе, партнерятся вместе, кто-то даже дружит с семьями, находясь в разных концах страны. И те, кто побеждает премию, конечно, получают не только признание, хотя я вам так скажу, много интересных кейсов, проектов, когда сам факт победы привлек внимание экспертов, привлек внимание СМИ. Ну, например, у нас Максим Шадрин, победитель одной из оригинальных этапов прошлых лет, о нем написали в Фарбсе, после этого он получил инвестиции, там несколько миллионов рублей, и, ну, как вы понимаете, бизнес пошел в гору. Вот, и у каждого из предпринимателей, победителей в разных мастер-классе, похожая история. Разворот ведомостей, наш предприниматель, там международная стажировка в Сингапур. После этого предприниматель приезжает к себе в родной регион и говорит, я через год выйду наоборот в 3 миллиарда рублей. И через год она эту цель выполняет, открывая филиалы по всей стране, международные филиалы и так далее. Это такая комплексная поддержка предпринимателей, победителей, продолженная независимо от времени истечения. Сегодня ты победил, завтра, в прошлом году, позапрошлом году. То есть это такая идеальная площадка, не только получается обменяться опытом, найти партнеров, но и, возможно, инвесторов тоже в том числе. В этом году премия исполнилась 10 лет, и за это время мы из просто премии превратились в такую полноценную, скажу замыленное слово, экосистему поддержки развития малого и среднего предпринимательства, которая действует по большому счету более чем в 50 регионах России. И, как я и сказал, это уже не просто премия, это программы поддержки, это и образовательные программы, и упаковка во франшизу, и помощь в выходе на экспорт и так далее. И это вот те, кто побеждают, они в эту площадку заходят, они там остаются, и мы им как премия помогаем в дальнейшем развитии. Два ямальских предпринимателя вошли в десятку лучших предпринимателей страны. Скажите, пожалуйста, в этом году как думаете, пропрогнозируйте, Ямал тоже будет в числе лучших, как думаете? Ну, так скажу, сильные проекты, заряженные предприниматели, поэтому шансы на победу у каждого из них высоки. Фавориты есть? Честно скажите. Мы не просим озвучить их, но вдруг есть кто поразил вас, удивил. Вы видите предпринимателей с проектами со всей страны. В каждом проекте есть интересная история. И каждый предприниматель может претендовать на несколько разных номинаций. Поэтому как решит жюри на финале, вот так и посмотрим. Евгений, а существуют ли у нас какие-то курсы подготовительные тех предпринимателей, которые планируют получить это признание, поучаствовать в этой премии? Да, вы знаете, у нас на самом деле очень много программ для тех, кто решил стать предпринимателем, и они реализуются в округе уже много лет. Мы тоже ведем эти программы. У нас есть программы для молодежи свое дело, где начинающие молодые предприниматели, именно молодые предприниматели категория, это молодежь, проходят обучающие программы, и по результатам те проекты, которые получают высокие оценки, они претендуют на гранты губернатора. И такая же программа у нас есть для более зрелых людей. Это время действовать для тех, кто относится к возрасту 45+, очень часто многие люди в этом возрасте меняют свой вид деятельности, хотят попробовать что-то новое. Для них у нас есть отдельная программа. Кстати говоря, я тоже не слышал, что где-то в регионах было что-то подобное. И там тоже наши участники получают гранты губернатора для того, чтобы начать вот это свое дело. Кроме этого, мы проводим образовательные программы и в том числе выдаем гранты для самозанятых. Это такая более простая форма для того, чтобы начать что-то делать, заниматься каким-то своим делом. И здесь, мне кажется, что все возможности сегодня для того, чтобы начать заниматься собственным делом, они существуют. Время действительно очень сложное, очень много рисков. И было бы неправильно, если бы мы об этом не говорили. Потому что, к сожалению, есть такой нюанс, что когда говорят про предпринимательство, говорят, что это здорово, что это хорошо, но при этом не всегда говорят о тех рисках и проблемах, которые существуют в этом виде деятельности. Прежде всего, о том, что предприниматель – это человек, который сам несет ответственность за себя. То есть у него нет работодателя. Он сам вкладывает свои деньги, свое время. Он делает на это ставку. И, конечно, сегодня в связи с пандемией у нас существуют различные ограничения, ситуация меняется. И здесь это все нужно учитывать. Но в то же самое время у нас есть примеры, когда именно вот в это сложное время наши предприниматели открывали, реализовывали новые проекты или начинали свои проекты делать по-другому, да, и появлялись какие-то новые возможности. Да. Вот, например, Оксана Храброва – это школа программирования кодики, которая победила на федеральном уровне в номинации «Лучший интернет-проект». Как раз в прошлом году, да, они открыли направление по онлайн-обучению, да, как раз именно в пандемию. И за счет этого начали развивать свое присутствие не только на Ямале, но и выходить в другие регионы. Поэтому предприниматель – это такой человек, у которого мы заряжаемся энергией, потому что они достаточно оптимистично смотрят в целом на ситуацию. Опять же, это уникальные люди в силу и характера в том числе, да, и это люди, которые ищут возможности даже в таких сложных ситуациях, в которых, может быть, человек без вот этой предпринимательской жилки впал бы в уныние. Создавая бизнес, понятно, что очень много рисков, вы уже сказали это, и сейчас их больше. Роман, скажите, с какой периодичностью? Понятно, когда мы организовываем бизнес, мы, естественно, просчитываем и риски в том числе. Наталья, вы уже знаете, не понаслышке это, естественно. С какой периодичностью нужно это делать? Пересчитывать их? Пересматривать? Хороший вопрос. Риски – это та зона, которая называется дискомфорт, да? И вот понимание предпринимателю зоны, где ты выдержишь дискомфорт, она начинается в первую очередь с самого себя. Я всегда начинаю, любой свой, и все это подтвердят, а тебе это вообще все зачем? Когда человек понимает и отвечает на этот вопрос, когда тебе зачем, и здесь и начинается первый выход из зоны комфорта. Итак, первое – личность. Для чего ты делаешь бизнес, что ты хочешь и какие задачи ты решаешь. А потом ты начинаешь это все оцифровывать. Сколько тебе нужно денег? Какие достижения ты хочешь достичь? Как ты хочешь улучшить свою жизнь? А как твой бизнес будет влиять на близких тебе людей? Например, если ты не спишь всю ночь, а муж что в это время должен делать, да? Ну и так далее. И когда этот цикл занимается, возникает то самое нелюбимое, почему-то серьезное слово, экосистема, твой бизнес. Ты начинаешь, дальше все оцифровка цифры, и очень просто. Ты садишься и смотришь, как отработал бизнес, да? Я уверен, что он открывает телефончик, там видно, оборот такой-то, там проблемы такие-то, все такое ясно. И это для себя определяет. Так, здесь окей, зона комфортная. Если сказать по-простому, то у каждого предпринимателя в каждой зоне есть светофор. Зеленый свет, все в порядке. Желтый, требуется мое внимание. Красный, почему-то эту проблему не решили на нужном уровне и дошла до меня. Поэтому здесь все. Пользуйтесь. Самая простая вещь, это вот самый простой. Вот берешь листочек, чертишь 8 кружочек, 8 сегментов, и для себя выбираешь, какой сегмент для тебя важный. Потом отмечаешь, какие показатели, эти показатели. Постоянно отслеживаешь. Вот вся система управления риском. Сегодня один из наших победителей сказал удивительную вещь. Она вышла к микрофону и попросила наградной сертификат. И она сказала, я повешу этот сертификат у себя, чтобы каждый ребенок, заходящий ко мне, знал, что все в этой жизни возможно. Я поверила, и я это получила. И вы поверьте, и у вас все получится. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин